Возможности и мастерство строители демонстрируют ради юн хамурчан-патриотов. Именно для них в маховой паде возводят масштабный центр «Авангард». Только на первый этап строительства ушло больше 480 миллионов рублей из запластной казны. На эти средства создают КПП, площадки для единоборств, воркаута, хоккея и мини-футбола, настольного тенниса, волейбола, баскетбола, стритбола, строевой пласт с трибуной, полосы препятствий и тактические поля. Последние предназначены не только для стрельбы. Также учат юноши передвигаться по тактическому полю вместе с оружием, без оружия и с применением, допустим, лазер-так. Это все предусматривается. Есть также нормы передвижения по тактическому полю двойками, тройками, отделениями. Это все предусматривается. Согласно нормативу по тактической подготовке. Второй этап строительства, как рассказали полпреду президента Юрию Трудневу, включает возведение двух жилых модулей для курсантов. Пищеблок, учебный корпус, прачечный, культурно-досуговый центр и общее благоустройство. Второй этап заканчивается в проектировании в декабре. Есть поручение президента о поддержке со стороны Министерства посещения Российской Федерации. Пока у нас финансирование не подтверждено. Понятно, непростая ситуация с бюджетом, но рассчитываем, что все-таки разобьем на несколько подэтапов, следующий этап, и начнем строить следующего года. Естественно. Спасибо. Спасибо. Успехи. Занятия в авангарде с амурскими школьниками начнутся, как только закончится возведение плоскостных сооружений. Это первый этап строительства. В первую очередь, отмечают власти, данный центр призван, чтобы не только полноценно выполнять образовательную программу по курсу ОБЖ, но и знакомить учеников с военными уставами, особенностями службы в армии, развивать их физподготовку. Причем не только мальчиков, но и девочек. В качестве и медицинской службы, и связисты, и переводчики. То есть, в принципе, военных специальностей много, но в школе мы знакомим с основными требованиями устава. И что самое главное, мы должны донести ребятам, это конституционная обязанность и почетное право охранять свое государство. Когда все работы, два этапа полностью завершатся, «Авангард» сможет работать круглый год и за 12 месяцев принимать до 4000 школьников. Вообще же, центр станет одним из звеньев в системе военно-патриотического воспитания в регионе. Кристина Слепцова, Максим Яценко, программа «Город».